здорово друзья поскольку я решил вот своим поделиться как бы набора мыслей да но у меня нет возможности как-то красиво сейчас это все сняется чтобы видели мое очаровательное лицо и вот это вот все но я решил это сделать в формате того что вроде бы называется подкаст когда есть картинка и голос который там что-то вам рассказывает можно было бы конечно запилить какой-нибудь стрим с крутой игрой там типа mortal kombat это было бы очень тематично но мне чё-то так лень и как-то я даже с трудом представляю как это все делать поэтому посмотрите всякие фоточки с частотой что ли я не знаю или что я пока не знаю что это напихают ну просто я подумал что это лучше чем если я буду сидеть там у себя на диване в пятиэтажке как бы обдроченный или там не знаю записывать в автобусе поскольку машину я не вожу и не могу записывать это за рулем поэтому я потому что просто всякие фотки из группы будут вполне достаточно особенно если они будут более менее по теме на поговорить я вот о чем с вами хотел ну как поговорить просто поделиться мыслями диалог это все равно не получится к несчастью просто вот мы сейчас провели этот наш фестиваль до который я придумал который ребята помогли провести и как-то я так вот на фоне этого наверное я подумал о том что вот ножевая тусовка да я имею ввиду тусовка занимающихся ножевым боем да она в отличие от любых других единоборств очень характерна тем что идут постоянные срачи какие-то то есть это просто беспрерывное поливание друг друга грязью иногда прям совсем в лоб иногда не совсем в лоб и ну кроме того что почему-то именно вот в этой среде это может быть это конечно мне бросается так глаза поскольку я имею к ней непосредственное отношение к этой среде но вот мне почему-то кажется что там среди бойцов мма там или я не знаю фехтовальщиках на рапире вот ну нет такого вот беспрерывного бросания говна на вентилятор скажем так это почему-то именно вот в этой тусовки и при этом надо заметить что особенно странно это все наблюдать учитывая что ну тусовка то очень маленькая ну то есть реально там люди которые там находятся 35 лет в теме и при этом они не окукливаются там в рамках собственного клуба они все друг друга знают то есть даже если чуть-чуть идет какое-то там хотя бы общение хотя бы какое-то ну хотя бы просто мониторинге параллельных скажем так организации в интернете все равно мы все друг друга так или иначе знаем и на фоне вот этого знакомства наблюдать все вот эти ссоры срачи и прочее но как-то особенно смешно потому что в какой-то момент получается что либо ты человек с человеком в как бы совершенно нормально общаешься а за спиной у него срешь либо срешь его за спиной ну не например не называя имен но все равно всем понятно кто в теме а кто не в теме и кому непонятно тому эта информация ничего не дает тогда нахер было это все вообще произносить ну в общем какая-то странная совершенно движуха и она ну как бы мне давно стало непонятно и я постарался воздержаться вообще от всей вот этой как бы возни и критики какой-то межклубные но просто есть люди как бы которые мне нравятся вот люди да нравится как они делают что-то как они себя ведут как они там проводят свои маркетинговые какие-то дела или там как они тренируют да есть те кто не нравится вот большинство мне ну как бы объективно насрать их как бы уж простите как бы но в том плане что ну каждый дрочит как он хочет то есть куча клубов которые там что-то делают но наверное если бы они мне нравились я бы вступил выходе поскольку никто не нравится настолько чтобы вступать выходе у нас своя организация ну все же логично да каждый немножко по-разному смотрит каждого какие-то свои подходы свои предпочтения в том как строить тренировочный процесс или как тренироваться следуя тому или иному тренировочному процессу ну я думаю вы поняли мою мысль и вот поэтому меня вся вот эта движуха с вечными ругательствами она очень удивляет а после фестиваля я все подвожу к чему да а после фестиваля я как-то особенно вот над этим задумался так еще серьезней и но в конечном счете то есть вопрос как стоит то вот эти срачи они же все ебать какие странные ну то есть как объяснить то вот у нас было 6 разных клубов да они все охренеть разные ну то есть совсем там может быть где-то как-то мы похожи с фринайф и все это но это так просто условно мы просто скажем не спортивную часть ножевого боя скажем тогда рассматриваем схожем концепте но при этом все равно даже решение у нас разные все остальные клубы абсолютно разные были и при этом все равно каждый клуб смог каким-то образом не сговаривая естественно этого никто не планировал когда мы выбирали темы для вот этого наших выступлений это было примерно так но чё мужики кто чё выступит там ну я давайте это я давайте то а я тогда вот это я может быть вот это может быть вот он ну напиши вот это вот а там мы посмотрим что будет на самом деле грубо говоря это было вот так и никто не планировал как бы какую-то связь сделать а получилось что он с прогрессии в наших выступлениях мы оставаясь в рамках заявленных тем смогли дополнить друг друга и ну допустим не все из этого показалось мне однозначно рабочим применительным до или удобным лично для меня но при этом я с точностью могу сказать что это все было интересно что если не все понравилось и подходит мне не знать что не подойдет вася пупкину который стоял там рядом со мной или со мной в паре ну и так далее и я вот думаю а нахрена сраться то в целом то есть что это вообще дает то есть ну допустим ну я сразу да как бы я говорю что я сейчас говорю о нормальных рабочих клубах то есть я не беру в это вот всяких там системщиков заплетушечников и прочих которые ну то есть они просто дают не рабочую систему они как бы и к этому движению ткать тусовки отношения по сути не имеют и они их сразу речь не идет я говорю о клубах которые занимаются объективно рабочими вещами которые работают в скорость в контакт там имеют различные способы оценки скажем так своего уровня и так далее общаются между собой там ну то есть я говорю о нормальных школах вот и понятно что я при этом не говорю там клубы которые изолированы там из-за политики скажем так или из-за одиозности их лидеров все кто опять же в теме понимают о ком я сейчас да собственно хули чая буду сам как то за что сейчас только что негодовал да будут также завести все понимают почему не любят кнб и не любят например южное гетто в питере потому что в питерском южном гетто лидер псих или наркоты или все вместе кнб политизированная хуета вот и все чё тут как бы сиськи-то мять все остальные срачи же кажется мне объективно но какую-то сширнейшей херью потому что но но что может быть да то есть вот я вижу какую-нибудь школу например . который занимается делом до объективно у них там все нормально они двигаются там что-то как спаррингуют там отрабатывают есть другие клубы ну то есть идет общение и я с ними даже общался например и ну мне кажется моё моё мнение то есть это даже не может быть объективной оценкой на самом деле и вот мне лично кажется что их методика подготовки ну например не такая как мне бы как как мне нравится да то есть не такая классная как у меня и там я не знаю их компетенции не такая высокая как у меня например ну допустим клуб просто более молодой и это даже даже пусть это будет правдой пусть это будет так компетенция недостаточно высокая почему мне не должно быть насрать то есть ну если ребята когда-нибудь то есть я могу им сказать об этом лично парни я вот считаю что вы там ну не достаточно что-то так вот делаете меня послушали ну здорово меня не послушали до насрать ну вот насрать потому что мне то какая хрен разница это их дело дальше я там к ним ходят какие-то люди и вот мне прям чрезвычайно хочется показать что ребята там отстой а я крутой ну во первых можно попробовать каким-то образом это сделать без трача в интернете а например запилить совместное мероприятие что-то я не помню чтобы кто-то кому-то отказывал в из нормальных школ там открытом ковре или каком-то совместном семинаре или вот чем-то таком и в любом случае ну я не знаю если мне сейчас какой-нибудь там ну скажем так из тренеров моего уровня предложат например провести для нас бесплатную такую тренировку да я подумаю насколько мне это интересно тратить на это свое время но если например это бы кто-то из тренеров выше я бы сказал да конечно я бы с удовольствием посмотрел потому что у любого человека на самом деле даже вот но это тоже я сейчас не прав потому что на самом деле даже у равного скажем так по по опыту клуба наверняка можно что-то подцепить даже если там их подготовка тебе и форм подачи информации не очень нравится даже если ты ничего нового для себя не найдешь то ты как минимум убедишься в своем мнении да и наоборот сможешь какую-то обратную связь сдать это выйти на какой-то диалог и помочь другим людям раскачаться конечно конечно все это бьется о том что мы например не хотим никому помогать развиваться или вообще ничего не хотим конструктивного хотим просто срать всем на уши и грязно переманивать грубо говоря клиентуру чтобы зарабатывать деньги но слава богу мне этого делать не приходится потому что тренировки у нас бесплатные и вот и смысл то в чем я к тому что есть определенное количество разнообразных школ мы их много достаточно да у каждой из них свой подход вместо того чтобы сраться на мой взгляд гораздо конструктивнее двигаться а вместе а б если есть какое-то там вот у тебя чувство особого желания и справедливости очень хочется что-то донести то это делать надо в конструктивном диалоге они во всеранее там кого-то и восхваление самого себя потому что есть люди есть аудитория понятно что среднестатистический обыватель который только-только пришел на тренировки не обладает достаточным уровнем знаний и навыка чтобы оценить ну скажем так качество материала который ему преподносит в данной секции но при этом никто не ограничивает того же самого обывателя в том чтобы посетить ряд секций практически у всех первое занятие бесплатное а я думаю что у некоторых и не первое ну то есть у нас он все бесплатные да у кого-то наверняка есть ну то есть можно всегда договориться блин мы все люди я не вижу в этом у нее проблемы всегда можно прямым текстом сказать вы знаете я вот походил к вам походил еще я никак не могу определиться можно я к вам еще разочек зайду вот бесплатно посмотрю и окончательное решение приму я не думаю что тот скажет слышь пошел нахер отсюда все скажут да иди конечно почему нет выбери и занимайся там где тебе нравится вот поэтому никто не мешает обывателю который выбирает себе школу самому походить по разным местам посмотреть и сравнить ну то есть если у человека отсутствует критическое мышление это не повод страться с другими инструкторами школами или там бойцами других школ и портить отношения с людьми которые в теме вы так очень маленькой среде ну это тупо реально тупо какая разница а бывало сам должен решать что ему нравится что не нравится кроме того я вот есть момент который я не могу никак не не проговорить да и мне кажется и нашу я не могу донести его до очень многих людей есть кучи школ у которых их методики и их решения абсолютно рабочие несмотря на то что они абсолютно разные для одних и тех же ситуаций просто это решение разного темперамента разных скажем так анатомических данных разных данных здоровья разных сдан данных эмоционального состояния и психики ну в частности есть школа а бф да и многие знают это классная школа школа вадима кондратьева в первую очередь он написал несколько книг много книг на самом деле различным там ну скажем мордобитий и так далее да и у них есть определенная техника и но она достаточно пассивная она достаточно мало вариативная в смысле там нет большого количества приемов вот что я имею ввиду и при этом она достаточно пассивная ну я не буду сейчас объяснять как бы и рассказывать могу сходить на тренировку бесплатную в москве и сами все понять вот работает ли это до 100 процентов если реализовать то есть если научиться делать то чем учат в этой школе и реализовать это это работает на 100 там 46 процентов я не знаю есть давайте не буду говорить принципиально нас да вот а есть например фринайф и что характерно когда-то эти школы даже в одном зале ну как бы тренировались работают ли техники фринайф однозначно стопудово то же самое если научиться это выполнять они конечно будут работать если научиться выполнять они работать не будут но это два совершенно разных подхода две совершенно разных школы и если бы у меня не было вот чистоты если бы я не занимался ей да и я буду сейчас стоял на распутье куда пойти поучиться наверное я бы пошел во все-таки во фринайф потому что темперамент на она мне больше подходит мне мне не нравится ситуация вот этой пассивности то есть я многое могу как бы я понимаю всю скажем философию школа бф и на палку я сейчас к слову хожу учиться в бф потому что у меня нет палочной школы вообще никакой а мне стало это интересно чтобы расширить свой ну скажем арсенал и оружие и в целом и вот я пошел учиться на палку в бф но на нож я бы пошел на фринайф например и ну это просто примеры а школ то таких очень много и здесь нельзя о чем-то сраться человек каждый выбирает под себя то есть то что реализуется одними бойцами в одной школе не реализуется бойцами в другой школе вот и все поэтому на мой взгляд и вообще любые срачи на эту тему тем более какие-то публичные где выступает больше двух тренеров там за чашкой чая грубо говоря на кухню одного из них это все совершенно недопустимая херня и тусовка и так маленькая спорт до хрен с ним но я между вообще пусть будет спорт ладно спорт на живой и вообще на живая вот эта среда она очень медленно развивается потому что большинство обывателей это не очень интересно не очень понятно и эти срачи тоже отталкивают а хотелось бы все таки ее протолкнуть и как спорт и как не спорт несмотря на то что мне лично спорт совершенно не интересен я понимаю я же не идет я понимаю что если будет государственный такой вид спортивной деятельности как на живой бой то для всего на живого сообщества даже того которому спорт не интересен это будет движком потому что больше денег будет идти на разработку различного снаряжения больше денег будет идти на рекламу соответственно больше будет людей в это вовлечено и тренировки станут лучше и все станет лучше блин и можно будет это какие-то субсидии подцепить где-то больше людей будет этим заниматься больше тренеров появится, больше подходов, больше решений, ну, всего станет больше, поэтому, ну, в общем, не знаю, просто я понимаю, когда там люди срутся на уровне личной неприязни, там, ты, Вася, хуй, а ты, Петя, тоже хуй, вот они срутся, но когда диалог выходит за рамки вот такого личной неприязни, основанной, ну, на каких-то бытовых вещах, на уровень вы говно, потому что у вас там, я не знаю, не сбивка, а клин, а вы говно, потому что вместо того, чтобы делать секторную защиту и вход, там, делайте еще что-нибудь, и я сразу скажу, что вот приведенные сейчас мной, как бы, названия примеров, они, ну, просто взяты из головы, я никаких отсылок сейчас не даю и не хотел давать, если кто-то так подумал, то я прошу прощения, это, ну, просто такие краеугольные камни, что ли, которые первыми мне пришли в голову, когда вот это вот начинается, ну, это как-то, ну, хреново, что ли, не знаю, и, ну, Рилли, почему вам не похуй-то, то есть, ну, вот, объективно, ну, мне насрать, у меня буквально вчера был диалог с одним, ну, товарищем, который как раз тоже построил фразу, то есть, я не думаю, что он имел в виду что-то плохое, но вот он построил фразу таким образом, что там из всех, из всего многообразия клубов, с которыми ему приходилось встречаться, вот он любит пять, а остальные не любят, именно в смысле техники, в смысле того, как они работают, и, а почему, ну, как бы, почему тебе не похер, дружище, тебе же должно быть насрать, у тебя своя тусовка, как бы, ты в ней работаешь так, как тебе нравится, остальные могут работать как угодно, это не повод их любить или не любить, ну, то есть, просто в этих речевых оборотах, на самом деле, кроется же вся суть, тебе, может быть, с ними интересно или не интересно, это другой вопрос, но любить или не любить, это, ну, что-то такое странное, в общем, не знаю, я надеюсь, что я смог донести до вас эту мысль, потому что в итоге мне хочется, чтобы вот эти фестивали, которые мы будем еще организовывать, и я надеюсь, что следующий будет там уже осенью или в начале зимы, они, мне хочется, чтобы они были, кроме площадки для того, чтобы, для обмена опытом каким-то, да, для привлечения новых людей в движение, для каких-то таких вот между собойчиков атмосферных, да, потому что в этот раз удалось создать определенную атмосферу, и это было самое классное, на самом деле, на мой взгляд, во всем мероприятии. Мне очень хочется, чтобы вот эти фестивали, они стали такой площадкой, где различные школы могут помириться, где они могут найти общий язык, даже если давным-давно поругались, вживую, вот, глаза в глаза, чтобы школы могли находить себе новых старших товарищей, новых равных каких-то, да, помогать младшим, наоборот, товарищам, как бы, подниматься в чем-то, да, развиваться, обмениваться опытом в плане именно организации тренировок. Мне хочется, чтобы вот эти фестивали, они стали такой определенной, позитивной, диалоговой площадкой для различных, ну, школ, клубов, структур, формаций, связанных с ножевым боем в России, и таким образом я верю, что мы сможем вот эту всю движуху реально раскачать, поднять ее на новый уровень, вывести ее на что-то большее, чем это есть сейчас, потому что, ну, не одними спортивными турнирами все это двигается, к несчастью, и даже более того, пока это все неофициальный вид спорта, я думаю, что вот эти турниры, они нужны только людям внутри движухи, и, ну, из новичков они мало кого привлекают, но это мое мнение, мне так кажется. Может быть, кого-то и привлекают, конечно, ну, наверняка, но мне кажется, что они все-таки больше важны для определенного слоя людей внутри уже движения, а мне хочется создать что-то такое, что помогало бы именно организаторам находить общий язык, какую-то такую вот площадку. И, ну, надеюсь, что вот эти мои мысли, они, может быть, вряд ли, конечно, что там, но, возможно, они каким-то образом повлияют все-таки на представителей других школ, на ярких бойцов, на тренеров, на тренеров-стажеров, на организаторов, вот, в сторону прекращения вот этих срачей и прекращения каких-то коммерческих таких терок, потому что, ну, объективно, ребят, всех денег не заработать, терять человеческий облик и портить отношения с достойными людьми, а они достойные в любом случае, потому что вы можете не разделять их какую-то политику, не разделять их философию боя, да, это их дело. То есть, если потом когда-нибудь на улице их зарежут из-за того, что они неправильно позиционировали у себя в голове, вот это вот, это их дело и дело их учеников, серьезно, не надо принимать решения за других людей. Но они все равно достойные, потому что каждый из вас знает, насколько это тяжело, открыть вот такую школу, найти снаряжение, найти учеников, проводить это изо дня в день, это тяжело, мы все это знаем, и человек, который это делает, в любом случае, достоин определенной доли уважения. И мне кажется, что не стоит это уважение терять из-за того, что тебе не нравится чужой стиль в ведении тренировок или ведения боя. Вот, друзья, спасибо за внимание, надеюсь, что я не сильно утомил вас этим нудежом, ну и до новых встреч, не знаю, в реале или в интернетах.